В Рязанском доме Белого Аиста 1 мая произошло важное событие. В естественную среду обитания были выпущены 6 аистов, 3 самки и 3 самца. Поступили они сюда в конце февраля из Калужского центра реабилитации диких животных «Феникс». В течение двух месяцев птицы жили в просторном комфортабельном вольере. Вместе с едой получали иммуностимуляторы и пробиотики. У них была возможность днем гулять на свежем воздухе и много летать, благодаря чему две птицы, которые ранее считались нелетными, начали летать. В марте аистов осмотрели специалисты. Взятые анализы показали, что все птицы совершенно здоровы. За 10 дней перед выпуском аистов перевели в еще более просторный вольер, из которого открывается вид на окружающую местность. Благодаря этому птицы имели возможность ознакомиться с прилегающей территорией и запомнить ее. Проводить птиц самостоятельную жизнь пришло много гостей. Аисты один за другим вышли из вольера и поднялись в воздух. Было видно, как они истосковались по небу. Даже птицы, долгое время считавшиеся нелетными, продемонстрировали хорошее мастерство полета. Две самки сразу опустились в одно из построенных гнезд и принялись выяснять отношения, кто из них имеет больше прав на это место жительства. К вечеру в гнезде осталась одна из них. С момента выпуска прошло больше двух недель. Аисты за это время привыкли к новым условиям жизни. Трое из них, самые ручные, постоянно крутятся недалеко от вольера. Остальные находятся в радиусе нескольких километров. Орнитологи наблюдают за ними и подкармливают. Но угощение птицы едят неохотно, так как научились добывать пищу сами. Или отнимают ее у других хищников, например, коршунов. Гнездо, из-за которого в день выпуска устроили разборки, эпизодически навещают все те же две самки. Но яиц там нет. Надеемся, выпускникам понравится на Рязанской земле. И они выберут ее для постоянного места жительства. Ведь здесь есть все необходимое для их жизни. Несколько прудов с лягушками и рыбой. И просторные пастбища с большим количеством насекомых и грызунов. К тому же, на территории центра для них установлено шесть высотных гнезд. Если же птицы захотят все-таки улететь, то их всегда можно будет узнать в любом уголке земного шара. Ведь у каждой из них есть именной браслет. В питомнике осталась нелетная пара Руслана и Гоша, которая приехала сюда из Псковского дома Белого Аиста. У них своя история, о которой мы расскажем в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok